Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Школьники со всего края посетят чемпионат рабочих профессий. В первую очередь речь идет об учениках с 7 по 9 класс. На месте санатория Москва появится детский сад. Об этом глава курорта заявил сегодня на планерном совещании. ФИШТ стал тренировочной площадкой для паралимпийцев. Сборная России в Сочи готовится к чемпионату мира. Регионам предложили разработать мобильные приложения для контроля за качеством дорог. Об этом сегодня на селекторном совещании рассказал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края. По мнению Вениамина Кондратьева, подобные проекты пойдут только на пользу. Все дорожные работы должны быть максимально прозрачными. Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, о ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. Такое обращение должно быть обработано, но проблемы должны устраняться максимально быстро. Улучшение качества дорог – одно из приоритетных направлений в работе правительства страны, заявил Медведев. В Дорожном фонде Краснодарского края в этом году на ремонт и реконструкцию трасс предусмотрено 23,5 миллиарда рублей. Школьники со всего края посетят чемпионат рабочих профессий. В первую очередь речь идет об учениках с 7 по 9 класс. Такое поручение сегодня дал Вениамин Кондратьев. Финал национального конкурса WorldSkills столицы Кубани примет уже через месяц. Со всех регионов России и других стран в Краснодар съедутся около 3000 экспертов и студентов. Они будут соревноваться в мастерстве сварочных работ, кулинарии, флористике, парикмахерском искусстве. Всего будет представлено около 100 профессий. По мнению главы региона, этот чемпионат поможет повысить престиж рабочих специальностей. Чтобы делать экономику, даже большую экономику, мы должны четко понимать, что начинается с обычных рабочих профессий, которых, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше. И престиж профтехобразования резко снизился. А жизнь как раз начинается с обычных токарей и водителей, с заводов, фабрик, где тоже должны работать. И молодежь туда тоже должна идти. Сегодня в наших школах, в обычных средних школах, отсутствует профориентация. Вот так, как она была, коллеги, в нашей юности. И вот сегодня, если хотите, вот этот чемпионат, это определенная профориентация для наших сегодняшкольников, для выпускников. Замминистра образования России Людмила Огородова на совещании отметила высокий уровень подготовки специалистов в кубанских техникумах. Одно из доказательств этому – победа нашего студента в Китае на международном чемпионате WorldSkills среди лидеров национальных сборных. Учащийся в Вознесенского техникум Краснодарского края занял первое место в компетенции «Холодильная техника и система кондиционирования». В национальном конкурсе молодых профессионалов, который пройдет в Краснодаре, кубанские СУЗы будут представлять семь человек. Край, который сегодня вообще отличается хорошим качеством развития техникумов и колледжей, которые можно показать в процессе деловой программы мероприятий, получит сегодня оборудование экспертов, педагогов, ну и, конечно, большое количество профориентаций. По словам Венемина Кондратьева, регион сегодня испытывает дефицит специалистов рабочих профессий. Спрос на них с каждым годом растет. Я уверен, в каждом сегодня предприятие нашего региона, вакансии. А все начинается с малого. С того, что изначально никто не сориентировал ребенка, девятиклассника, пойти в техучилище или в техникум, в колледж, по большому счету, чтобы быть высококвалифицированным специалистом и получать потом уже достойную зарплату. Потому что 56 тысяч рублей, 45 тысяч рублей – это серьезные зарплаты. Давайте подключим сегодня наши промышленные предприятия к тому, чтобы они приняли участие в организации чемпионата и в целом, на самом деле, показали настоящую заинтересованность в этой молодежи, которая пойдет учиться на рабочие специальности. Отдельное внимание глава региона уделил вопросам безопасности участников и гостей чемпионата. Торжественная церемония конкурса намечена на 15 мая. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ. Дорога жизни прошла проверку. В поселке Мизмай протестировали новую трассу. По серпантину накануне проехал губернатор края. 15 километров асфальта связали горный населенный пункт с большой землей. Новая транспортная артерия должна стать толчком к развитию курортов в Абширонском районе. Об этом Вениамин Кондратьев говорил на совещании по развитию дорожной инфраструктуры региона. Все подробности знают наши краснодарские коллеги. Поселок Мизмай. Кажется, будто находишься на краю света. Дорога в населенном пункте, где живут чуть больше тысяч человек, заканчивается. Дальше лес и горы. Местные долгое время жили практически в отрыве от цивилизации. Гравийную дорогу разбивало оползнями. И путь в ближайшую станицу Нижегородскую в 15 километрах превращался в экстремальное путешествие. Людей доставляли оттуда автобусом, большим таким Уралом грузовым, который везде проходит, где-то тонет, где-то вылазит и так далее. Чтобы построить современную заасфальтированную дорогу к Мизмаю понадобилось два года. Теперь в любую погоду из поселка в соседнюю станицу можно добраться минут за 30. Участок открылся в этом году. Первая масштабная проверка во главе с губернатором. Венимин Кондратьев проехался по серпантину. Отдельного внимания заслуживают подпорные стены, защищающие от падающих камней и систему отвода воды. При выпадении осадков через 5 минут вся вода будет здесь вот как. Будем надеяться, что на самом деле и через лет сто так оно все будет и дорога будет. Потому что то, что мы видим, на самом деле очень мощное дорожное сооружение, я хочу сказать, которое позволит эту дорогу эксплуатировать и оставаться очень долго-долго качественной дорогой. Это дорога жизни во многих смыслах. И для мизмайцев, и для Абширонского района в целом, чья экономика должна поехать в гору, получив подобную транспортную артерию. Речь в первую очередь о развитии курортов. Мизмай, Гуамка, Лаганаки – красивейшие места, но труднодоступные и не связанные друг с другом напрямую. На совещании по модернизации транспортной инфраструктуры региона Венимин Кондратьев замечает, переходить к проекту дороги Мизмай-Лаганаки можно только в том случае, если будет реальная концепция развития всей территории. Понимание должно быть четко. Если мы строим многомиллиардную дорогу, то зачем? Покажите мне кластер, вот тот городоклиматический кластер, курортный кластер. А в противном случае просто так раздать эту землю, которая сегодня есть в Лаганаке, кому-то подачки, потому что дорога будет хорошая, а даже больше, чем хорошая. Так не пойдет. Говорили и о подъездах к Черноморскому побережью. Прошлым летом автотуристам со всей России приходилось часами стоять в пробках в районе Джубги. Водители жаловались на ремонтные работы на трассе и реверсивное движение в разгар курортного сезона. В этом году губернатор запретил после 15 июня проводить ремонт на проезжей части по пути на море. Дорожники пообещали, всю технику уберут на участках М4 Дон и трассе Краснодар-Верхнебаканский. То, что касается участка Дефановки до Горского, у нас там остался один реверс, это в районе участка села Горского. До 1 июня мы уйдем оттуда. Андрей Тович, вот возьмите под личный контроль. Мы в любом случае, коллеги, с землей с вами поедем по всем этим направлениям. Обязательно проедемся. То есть там будут работы вестись, ямочные какие-то вещи останутся и будем что-то там обсуждать. Если будет трясти меня, я буду трясти вас. В этом году в Краснодарском крае отремонтируют 580 километров региональных трасс. Один из масштабных проектов – строительство обхода станиц Ленинградской. Это 19 километров новой дороги и 4 транспортные развязки. Деньги предусмотрены из дорожного фонда. В копилке на весь край 23,5 миллиарда рублей. В муниципалитетах тоже должна быть максимальная прозрачность при расходовании средств на строительство дорог. В каждом муниципалитете жители каждого района должны знать, что у них строится, какие дороги и сколько на это уходит средств. Что касается муниципальных образований, то каждая улица будет опубликована. Опубликуйте конкретно подрядчиков, сроки, какие дороги будут ремонтироваться. И на сайте Минтранса тоже. Напомнил губернатор и об ответственности подрядчиков. Если на гарантийной дороге появятся ямы, латать дыры строители будут за свой счет. Но переживать дорожникам не стоит, если асфальт окажется таким же прочным, как и обещание провести курортный сезон без транспортного коллапса. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Обширонский район. Сегодня во время утреннего часа пик на федеральной дороге в Дагомыссе произошло ДТП. Столкнулись «Ауди» и «Самосвал». Как рассказали очевидцы порталу «Блокнот Краснодар», водитель на «Ауди» выехал на встречную полосу. В это время по дороге мчался «Самосвал». Машины столкнулись. Мощный удар пришелся на левую переднюю часть легковушки. Видно, что у немецкого автомобиля отвалилось колесо. Сильно повреждена металлическая конструкция. У «Самосвала» порвано колесо и немного помят бак. Погибших нет. Около 400 граждан Армении в ближайшее время отправятся из Краснодара на родину. А все благодаря двум землякам, которые за деньги оформляли им в России липовые документы для Федеральной миграционной службы. Схему раскрыли сотрудники Краевого ФСБ совместно с Управлением по вопросам миграции. В домашнем халате и лицом к стене обыск застал этого мужчину врасплох. Люди в масках и оперативные сотрудники ФСБ пришли за доказательствами. По всему дому десятки паспортов граждан Республики Армения. Документы они отдали своему земляку, чтобы тот помог встать на миграционный учет. Он дает возможность гостям продлить воеждж в Россию от трех месяцев до года. Вот только для этого по закону необходимо устроиться на работу. И подтвердить этот факт в миграционной службе официальным трудовым договором. Эти документы подозреваемы вместе со своим подельником и помогали оформлять. Нам стала известна схема незаконной легализации иностранцев, которая заключалась в подготовке и заключении фиктивных трудовых договоров, различных документов, которые в дальнейшем подавались в Управление по вопросам миграции. Стоимость услуги для иностранцев составляла от 10 до 15 тысяч рублей. По версии следствия, один подыскивал через знакомых клиентов, второй проводил их через липовые юридические фирмы. Потом сам расписывался за клиентов и относил документы в Управление по вопросам миграции. За пять месяцев по этой схеме прошли около 400 человек. Я приехал из Армении, чтобы устроиться на работу. Обращался с друзьями на трудовой договор. Они сделали, и оказалось, что они фальшивили. И я хочу вернуться в Армению. Я по знакомству хотела регистрицию сделать. Сделали, но оказалось, что эта фирма не существует. И много ваших знакомых с такой ситуацией? Честно говоря, не знаю. Я первый раз столкнулась с этой. И, наверное, думаю, первый и последний раз будет. Теперь из-за проблем с миграционной службой срок нахождения в России для этой женщины будет сокращен. Она, как и еще 400 ее соотечественников, должна будет уехать на родину в Армению. А вот когда они вновь смогут вернуться в нашу страну, неизвестно. Иностранные граждане при наличии возможности легального нахождения на территории России обращаются к преступникам, платят немалые деньги и создают себе проблемы в будущем, начиная от выдворения и закрытия въезда вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Свою вину признал только один подозреваемый. Он дал показания и находится под подпиской о невыезде. А вот второй фигурант дела свою вину отрицает. Его взяли под арест сроком на два месяца. На задержанных следственным отделом у ФСБ России по Краснодарскому краю заведено уголовное дело. За организацию канала незаконной миграции им грозит до семи лет тюрьмы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Глава Сочи меняет рабочий график, а заместители мэра переходят на круглосуточный режим работы. Курорт выходит на финишную прямую по подготовке к летнему сезону. Вопросы благоустройства обсудили и на сегодняшнем планерном совещании. К 28 мая город должен выглядеть идеально. Такую задачу перед сотрудниками как городской, так и районных администрации поставил глава курорта. Обсудили сегодня чиновники тему сноса незаконных объектов и усиления работы по пресечению фактов незаконного сброса сточных вод. Также на планерке стало известно о строительстве нового детского сада. Где и что убирать, то сам управляющим компаниям, а главное главам районов, необходимо знать до 22 апреля, подчеркивает мэр. Последние вообще должны изучить каждую тропу вверенного им района. Позже заниматься уборкой времени просто не будет. На курорте грядет череда событийных мероприятий. Поручение Анатолий Пахомов дает и своим заместителям, которые в свою очередь обещают перейти на круглосуточный режим работы. Столько подпорных стен, их надо обязательно покрасить. Естественно, что пришло время делать хорошую разминку. На ямочный ремонт денег не жалейте. Добавим. Но ям не должно быть. Сегодня главам районов Мухдин Вадимович сказал, чтобы объехали буквально все тропы, хорошие, плохие дороги, зашли во все уголки, чтобы на самом деле понаходили фронт работы. У меня такое ощущение, что главы районов все-таки по своим районам не ходят. Отметил Анатолий Пахомов и необходимость усиления работы по выявлению неподключенных к централизованной канализации горожан, из-за халатности которых курорт зарабатывает себе антирекламу. А Сочинский водоканал, по словам мэра, просто бездействует, хотя остановить этот беспредел, в том числе в силах данной ресурсоснабжающей организации. Ему прокурор говорит, что вы имеете право и отключать, и отрезать, они все равно продолжают этим заниматься. Здесь вот можно и в суд передать, и дисквалифицировать в судебном порядке директора водоканала, и я готов к этому. Мы подключим край, потому что они этим не занимаются. Субботник субботником, Мухдин Вадимович. Но главнее задачи нет, чем выявлять, выявлять и выявлять, значит, вот тех, кто сбрасывает фекалии. И делать вид, что этого не происходит, нельзя. Что касается кампаний по сносу незаконно возведенных павильонов на набережной, то к этой работе глава города призвал приступить незамедлительно. Постановление уже есть. Подняли на планерном совещании и актуальную сегодня тему взаимодействия УВД с гостиницами по вопросу предоставления сведений о постояльцах. Необходимые соглашения с миграционной службой из 1700 объектов туриндустрии заключили лишь 318. Остальным принять новые условия все же придется. Ко всему прочему, накануне председателям правительства страны подписано постановление об ужесточении мер безопасности в объектах размещения туристов, где в скором времени могут появиться и рамки досмотра. Следить в городе начнут и за ночными гонщиками. Места шумных заездов как властям, так и полицейским известны. Сейчас рассматривается вопрос об установке там камер видеонаблюдения. Поделился Анатолий Пахомов и позитивной новостью. Один из корпусов санатория Москва, что в микрорайоне Светлана в скором времени будет переоборудован под детский сад. Сейчас территория частично заброшена, но 22 апреля здесь, как и во всем городе, состоится субботник. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Отопительный сезон в Сочи продлили до 21 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава города. А нескольким районам Сочи уже в ночь со вторника на среду придется обойтись без холодной воды. Это связано с плановыми ремонтными работами на водозаборе по улице Гагарина. С 10 вечера 18 апреля до 11 часов 19 апреля пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды будет наблюдаться на улице Гагарина. В частности, на предприятиях Чешское пиво, Сочи хлеб, Строй сети, Товарный двор, также в санатории Сочи, переулках Рабочий, Хлебозаводской, на улицах Виноградная, Туапсинская, Невская, Параллельная, Одесская и в высотках на Островского. До официального закрытия зимнего курортного сезона ровно неделя, а уже в мае для десятков тысяч туристов начинается сезон летний. Подготовка к нему идет полным ходом. Первоочередные вопросы санитарии и безопасности контролирует лично глава города Сочи. Накануне Анатолий Пахомов проинспектировал степень готовности Адлерского района. Время, когда в Сочи сезонными считались лишь три месяца в году, ушло в прошлое. Сегодня курорт круглогодичный. Поклонников межсезонья и горных лыж сменяют любители пляжного сезона. А это значит, что совсем скоро спросом на курорте будут пользоваться в том числе и частные объекты размещения. Глава города напоминает Адлерсам, что всю информацию о постояльцах хозяева должны будут передавать в правоохранительные органы. Это не просто рекомендации городской антитеррористической комиссии, а закон России обязательный к исполнению. Наша безопасность в наших руках. Если мы будем четко соблюдать те рекомендации, которые дает антитеррористическая комиссия, либо те рекомендации, которые дает полиция, то у нас ничего не произойдет. Надо просто бдительность проявлять и постоянно сообщать о подозрительных предметах, о подозрительных людях. Ну а то, что законы требует Российская Федерация, вы просто обязаны делать. Просто давать информацию в тот же день, когда поступают к вам гости, передавать в полицию в том виде, который полиция требует. Это закон. Понятно? К слову, штраф за несоблюдение принятого порядка до 800 тысяч рублей. Еще один важный вопрос, который необходимо решить перед приемом гостей, это чистота и порядок. Что касается городской среды, то здесь нареканий нет. Этот вопрос держат на контроле власти. А вот в спальных микрорайонах картина противоположная, причем как во дворах многоквартирных домов, так и частных. Именно там вырастают объекты, со строительством которых руководство города борется регулярно. У вас были гаражи. Сегодня все дворы позастроили, там у вас ларьки, которые вы в аренду сдаете. Машины ставите на проезжей части. Ну, это же совершенно неверно. Это беда агра. Прекращайте это делать. Есть машина, должен быть гараж. И все гаражи верните, пусть они будут гаражами. Понятно это? Благоустраивать деленные зоны и регулярно вывозить мусор. Делают ли это управляющие компании, как именно, также проинспектирует глава курорта. Ну, а сами жильцы привести в порядок свои дворы, площадки и в целом придомовые территории смогут на очередном общегородском субботнике 22 апреля. Машины для вывоза мусора предоставят администрации районов. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Рекорды в честь Дня Победы. 6 мая в Сочи пройдет легкоатлетическая эстафета. Назвали ее спортсмены Сочи в ознаменовании победы в Великой Отечественной войне. Это часть одноименной всекубанской эстафеты. Школьники, студенты, да и все желающие могут пробежать от мемориала «Подвиг во имя жизни» по курортному проспекту улицам Воровского, Несебрская, Паярка, курортному проспекту улицы Новогинская до площади Флага. Дистанция составит 1400 метров. Это не эстафета в классическом понимании. Палочку никто не передает и лидеров тоже определять не будут. Это эстафета поколений в память о победителях. Сбор участников в 10 часов у мемориала «Подвиг во имя жизни». В это время на старт выйдут жители всех муниципальных образований края. На время забега по маршруту будет перекрыто движение транспорта. Машины не смогут проехать по вышеназванным улицам с 10.30 до 11.20. В эти дни в Сочи тренируется паралимпийская сборная по футболу. В этом сезоне площадкой для тренировок национальной команды стало поле стадиона «Фишт». К какому старту готовятся чемпионы и как они оценили новую арену расскажет Татьяна Говоркова. Сборы в Сочи паралимпийская национальная команда проводит ежегодно. В этом сезоне у именитых футболистов тренировки проходят на новой арене, где совсем недавно состоялся матч между Бельгией и Россией. На поле стадиона «Фишт» паралимпийская команда пробудет до 21 апреля. Поле шикарное, естественно, газон великолепный. Наверное, даже в мире, наверное, мало таких газонов. В России тем более очень рады, что получилось здесь потренироваться на стадионе, почувствовать атмосферу вот этого раздевалок, стадиона. Ну, хоть и пустые трибуны, но все равно это совсем другое, чем когда на тренировочной базе. Очень приятно. На Сочинской арене футболисты готовятся к предстоящему чемпионату мира. Он стартует 4 сентября в Аргентине. До пика формы команде еще далеко, но времени на подготовку достаточно, уверен главный тренер сборной. Через три дня паралимпийцы отправятся в Москву, где пройдут медицинское обследование, а после в Италию на один из популярных футбольных турниров мира. Ну, а сейчас на поле «Фишта» тренируются как маститые футболисты, так и молодежь. Это хорошая команда, это один из топовых команд мира. Вот это ребята, они двукратные паралимпийские чемпионы, трехкратные чемпионы мира, и можно считать, это тоже представители, короче, элиты того российского спорта. В принципе, очень много молодых ребят, которые мы сейчас пробуем, но тоже, что они привыкли к более тяжелым нагрузкам, и что, в принципе, эта адаптация у всех прошла нормально. Паралимпийская национальная команда еще вернется в Сочи. Завершающие учебно-тренировочные сборы пройдут летом, после чего команда поедет в Буэнос-Айрес. На чемпионате мира российской сборной придется выложиться по максимуму, чтобы уже в четвертый раз подтвердить звание лидеров среди топовых команд мира. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сегодня на центральном стадионе состоялись городские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера России Бориса Мордышева. Соревнования по легкой атлетике проводятся традиционно и являются отборочными на первенство края. Оно пройдет буквально через неделю с 24 по 26 апреля в Славянске-на-Кубане. Туда уже точно попадают воспитанники первой спортшколы Екатерина Афледий. Она пробежала за 12,9 секунды Александр Морозов. Его время 11,4 секунды. Это сегодня лучшие результаты в старшей возрастной группе. Занимаюсь около 6 лет легкой атлетикой. В дальнейшем хочу попасть в сборную Краснодарского края и в дальнейшем увеличивать свои результаты. Но если Александр только собирается попасть в сборную края, а потом и Россия, Екатерина Афледий уже выступает за край. Правда, она осталась не очень довольна стометровкой. Пробегала ее раньше и за меньшее время. Сегодня, хоть и солнечная погода, но мешал встречный ветер. Но на самом деле я не связываю свою жизнь со спортом. Это, наверное, последний год, когда я занимаюсь уже усердно легкой атлетикой и дальше я уже займусь учебой. Катя, став кандидатом в мастера спорта, собирается завершить спортивную карьеру и начать подготовку к поступлению в медицинский институт. Но ее тренер еще надеется, что лучшая спортсменка старшего возраста останется в спорте, а не предрекают ей большие успехи. Девочка очень трудолюбивая, успевает, как ни странно и учиться очень хорошо, и тренироваться успевает, и результаты достаточно высокие. Так что некоторые, кто говорит, что спорт немного мешает учиться или чем-то какими-то другими делами заниматься, она все успевает. Прыжки в длину, прыжки в высоту, барьерный бег, бег на короткие и длинные дистанции в этих дисциплинах сегодня соревновались и самые юные спортсмены с 7-8 лет. Гелена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok